Родинки, родимые пятна Родинки, родимые пятна, по-другому синонимные лысы, доброкачественное образование кожи, состоящее из фигментных клеток Нет, не опасны, но есть процент мелонопасных невусов Выделяют часть родины, которые могут быть как преды раком и есть родинки, которые относятся к онкологическим заболеваниям Родинки удалять для профилактики можно Почему? Родинки бывают, растут в зоне нижнего белья, в зоне, где травмируется кожа А травма, то есть родинки, это, естественно, как фактор ее злокаченности Поэтому, да, родинки, которые травмируют, можно и лучше удалять Удалять родинки можно у онколога или хирурга по месту жительства либо обращаться в косметологию Способы для удаления родинок, их масса, каждый врач выбирает для себя удобно и, соответственно, для того, где он работает Самое простое, это скальпель, электронож, далее идет азот, это криодеструкция и лазер Если вы заметили, что ваша родинка видоизменилась, стала побольше, либо чешется, либо покраснела Особенно, если она стала кровить, обращаться надо к доктору, либо хирург, либо онколог, если он есть у вас в доступе Есть факторы, которые врожденные и приобретенные Врожденные – это то, что нам передала мама при рождении Тут мы никак не повлияем, это то, что уже есть у нас у кожи Приобретенные факторы тут мы можем повлиять на что? На травмы Родинку, которую мы травмируем, лучше всегда удалять, потому что, ну, чаще травмы приводят иногда к злокачественности Гормональный фон, тут, конечно, тоже особо мы не повлияем, но за ним последить можно УФЛ-излучение, ну, постараться меньше попадать, да, то есть тот же самый солярий Посмотреть надо, не надо, тоже может привести к каким-то родинкам, либо их хотя бы прикрывать там пластырем Ну и все различные виды излучения, то же самое рентген тоже может привести, то есть тоже как-то не злоупотреблять без надобности Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok